Музыка На сцене школы искусства Николаевой юные артисты-ложкари из центра внешкольной работы. В зале ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана и других локальных войн. Второй открытый фестиваль «Дорогами войны и побед» в этом году собрал представителей не только Бежицкого района, но и коллективы области. В подборочном этапе приняли участие 67 творческих ансамблей и исполнителей. Лучших пригласили на гала-концерт. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. А пощадь у него зажмаляла. Нэ, твердила, важно, расстреляй. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей. А взамен меня, меня убейте. Ну в живых оставьте сыновей. Это баллада о матери, которой фашист предложил спасти только одного из двух сыновей. Но она не смогла сделать выбор. Лера Никитина, прочитавшая стихи Ольги Киевской, в номинации «Художественное слово» заняла первое место на фестивале. Делать все то, чтобы война никогда не повторилась. Как-то разрешать конфликты, не предлагая при этом каких-то сил военных. Никакого оружия. Многие из фестивальных номеров были посвящены военной жизни, победе советских солдат над фашизмом. Сергей Цыкин сам участник боевых действий на Северном Кавказе. Его песня о боевых товарищах, о матерях, чьи сыновья не вернулись, спали сражений. Ну, однажды ей приснились голоса. Ты не верь, маманя, больше в чудеса. Горькой правде ты сердечко приучи. И с березками навечно обручи. Номинация у меня авторская песня, называется она «Сыновья». Написана она была в 1994 году на Северном Кавказе, где я служил, в составе 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. И уже будучи там, после взятия Грозного, мы пришли на постоянное место дислокации, как в Ханкале мы стояли. И в блиндаже, играя на гитаре с ребятами, родилась эта песня. И потом, когда я уже приехал сюда, мы ее стали воплощать в жизнь, и написал мой товарищ, мой друг боевой, Максимов Эрнест, написал музыку. Сергей не только преподает в школе и пишет музыку. Он постоянный организатор уроков мужества, которые проводит для ребят разного возраста. У меня сын учится на четвертом курсе в высшей летной военной академии Воронеже. Закончил детский корпус, сейчас на четвертом курсе он. И когда я им показываю присягу своего сына, как он там учится, у них глаза загораются. И многие ребята, именно ребята, которые заканчивают школу, многие пытаются поступить. Общественная организация ветеранов Афганистана, продюсерский центр «Живая вода» и Беженская администрация организовали этот фестиваль, чтобы дать возможность всем талантам района раскрыться. По сравнению с прошлым годом, желающих проявить себя, показать свое мастерство стало вдвое больше. В этом году у нас принимали участие хореографические коллективы, театральные коллективы, также вокалисты, отдельные исполнители и была номинация как авторская песня. Конечно, по сравнению с прошлым годом, уже уровень намного стал выше. И принимают участие не только из города Брянска участники, но и из области приехали. Поэтому расширяется наш фестиваль, и я думаю, он станет областным, а может быть будущим и всероссийским. А таланты, они пробиваются сами. Поэтому это не из-под палки. У нас большие коллективы были, большое количество дебютантов, но в финал пробились лишь несколько. Выступают ветераны боевых действий Афганистана, ветераны боевых действий Северного Кавказа. Выступают просто те, кто служил, кто прошел солдатскую науку. А в общем, выступают все Брянска на этом фестивале. Но не только о войне поют сегодня участники фестиваля. Много песен просто о родине, о мире, который так легко разрушить. И так хочется сохранить. Александр Новиков, Александр Седачев, Евгений Седачев. Субтитры создавал DimaTorzok